Правда ли, что Имам Махди – это молодой человек на вид? Как считаете, из ныне живущих людей, чисто теоретически, могут быть люди, с которыми контактируют, или это невозможно? Во множестве преданий говорится о том, что несмотря на свой большой возраст, имеются предания об этом, что Имам Махди – несмотря на свой очень большой возраст, выглядит молодо. В некоторых преданиях говорится, что он выглядит молодо Но в некоторых других преданиях уточняется На сколько лет его светлость имам Махди, ажалиллах фараджаху шариф В некоторых преданиях говорится, что выглядит на 30 В некоторых других говорится, что выглядит младше 40 То есть выглядят довольно-таки молодо То есть, это пик человеческой силы, человеческой энергии. Что касается по поводу того, могут ли современные, чисто теоретически, могут ли современные люди видеться с его святой имамом Махдаджаллаху и Раджаху и Шариф, или не могут видеться, конечно же, могут. Есть одно предание, в котором говорится, что от самого имама Махдаджаллаху и Раджаху и Шариф, который передается от его последнего специального наместника, что любой, кто скажет, что виделся со мной, является лжецом. Имеется такое предание. По поводу того, достоверное это предание или недостоверное, по этому поводу имеются определенные дискуссии. Но, так или иначе, даже если это предание достоверное, и необходимо заметить, что те люди, которые говорят, что даже чисто теоретически невозможно видеться с имамом Махдаджаллаху и Раджаху и Шариф, они ссылаются на этот хадис, что сам имам Махдаджаллаху и Раджаху и Шариф изволил сказать, что тот, кто говорит, что виделся со мной, тот лжец. Но, даже если это предание является достоверным и надежным, это предание никоим образом не свидетельствует о том, что люди могут или не могут видеться с имамом Махдаджаллах и Раджаху и Шариф. Это предание всего лишь говорит о том, что если кто-то после тебя, о мой четвертый специальный наместник, после тебя кто-то объявит себя моим специальным наместником, то есть человеком, который является моим наместником, моим представителем, то он лжец. В предании об этом говорится, а не просто о том, чтобы увидеть его или не увидеть. Поэтому очень многие наши ученые, в том числе и современные, примерно наши современники, например, Айатулла Махдаджаллах и Раджаху и Шариф, но при этом они не утверждали абсолютно ни о чем, они не говорили, что мы его посланники или мы его представители и так далее. Например, Айатулла Махашин Аджафи рассказывал историю о том, что как-то раз он встретился с одним молодым человеком, который его исправлял, поправлял его. То есть поправлял Махашин Аджафи, большого ученого, который был Айатуллой, поправлял его и учил его знаниям определенным. И Айатулла Махашин Аджафи был под впечатлением. Потом он предполагал, что этот человек, который обучал, этот молодой человек, который обучал его, был самим имам Махди Аджаллах и Раджаху, он предполагал. То есть он не говорил о том, что я его представитель, я его и так далее. Поэтому совершенно возможно, что и не только, я считаю, что не только возможно, и это так происходит, есть люди, в том числе и в современном мире, которые видятся с ним, непременно видятся с ним. Но эти люди не имеют права разглашать о том, что они с ним видятся именно в таком виде. Не в том виде, в котором виделся Махашин Аджафи случайно, и он предполагал, что это имам Махда Аджаллах и Раджаху Шериф. А видятся именно понимая и осознавая, что это имам Махди. То есть в том виде, что имам Махди приходит и говорит, что я есть имам Махди и представляется им. И он понимает, что это есть он сам. И вот так, и таким образом эти люди, которые таким образом с ним видятся, они не имеют права разглашать об этом, рассказывать об этом. И поэтому любой, кто говорит, что я с ним виделся, что я вижу с ним, я знаю его и так далее, что я его являюсь представителем, я являюсь его близким и так далее и тому подобное. Любой подобный человек является лжецом, он является неправдивым человеком. Это ложь, ибо те люди, которые с ним таким образом видятся, они об этом рассказывать не будут. Опять-таки подчеркиваю, не тем образом, которым предполагал, что увидел имам Махди Аджаллах и Раджаху Шериф Марашин Аджафи, что он увидел незнакомого молодого человека, который поразил его своими знаниями, своими познаниями. И рассказывал ему знания, которые невозможно почерпнуть из книг. И он предположил, что это имам Махди Аджаллах и Раджаху Шериф. Поэтому да, это возможно и даже более того, наверняка есть люди, которые с ним видятся.